Александр Иванов Ленис не дал грудь, глаза зажглись и о волшебные мгновения. В 17.30 мы сошлись у гастронома, так ранимо была душа на склоне дня. Она прошла с улыбкой мимо и не заметила меня. Пришел домой я, дверью хлопнул и понял, севши на диван, что я дурак, весь день ухлопал на изнурительный роман. 1979 год Стих Александра Иванова прочитан не просто так. Дело в том, что сегодня, 9 декабря, в далеком 1936 году, 84 года всего-то назад, родился советский поэт, публицист, пародист, сатирик, телеведущий Александр Иванов. Родился он в Москве, в семье художника. До 30 лет он был учителем начертательной геометрии в московском техникуме и иногда писал романтичные стихи. А в конце 1962 года перешел к стихотворным пародиям и эпиграммам. Именно они принесли ему известность и стали его литературные профессии. Хотя первым писателем принадлежит и целый ряд статей, памфлетов, заметок. Свои творения пародист посылал в литературную газету, которая быстро разглядела его талант. В 1968 году была опубликована его первая книжка по роде «Любовь и горчица». В 1970 году он был принят в союз писателей. Затем выходили сборники «Смеясь и плача», «Не своим голосом», «Откуда что», «О двух концах» и другие. Александр Иванов много лет выступал со своими произведениями на эстраде, сыграл несколько небольших ролей в кино. Настоящий успех пришел к нему в программе «Вокруг смеха». Ведущим этой передачи должен был стать Андрей Миронов, но его занятость не позволила ему регулярно вести передачу. В качестве ведущего пробовали Иванова, и он передачу вел 13 лет с 1978 по 1991 год. Благодаря популярности передачи авторы становились в очередь, чтобы попасть под его меткой перо. Они отыскивали его сами, отмечали в тексте места, которые больше всего подходят для пародии. И понимание Иванова тогда означало взлет карьеры для любого поэта. Под перо Иванова попадали и Роберт Рождественский, и Евгений Евтушенко, и Римма Казакова, и многие-многие другие. Благодаря программе «Вокруг смеха» публика узнала Жванецкого, Карцева, Ильченко, Горина, Арканова, Инина и многих других сатириков. Авторы жестко отбирали материалы для передачи. Подходящих артистов приглашали на программу подчас из самых неожиданных мест. Надежду Бабкину из собора, где она пела акапелла Александра Розенбауму, после того, как на кассетах услышали «Вальс Бастон» и «Ленинградские дворы». И вот последним найденным на программе талантом его создатели считают Михаила Евдокимова. Его разыскали в Сибири, где Евдокимов работал директором столовой. В 1991-м передачу закрыли, не дожидаясь, пока она себя изживет. Иванов остался без работы. Время было трудное, безденежное. Сатирик вынужден был зарабатывать любыми способами. И вот взамен телевидения он нашел для себя другую публичную нишу, политику, где устроеперо Иванова было востребовано. Александр Иванов дожил до 13 июня. Обширный инфаркт в 1996 году в Москве. Но это будет, будет, будет. А пока? Пока мы справляем все-таки день рождения советского поэта, публициста, пародиста, сатирика и телеведущего Александра Иванова. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.